Добрый день, уважаемые трейдеры и оставшиеся на этом свете инвесторы. Сегодня 13 мая, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, дорогие друзья, у нас начало новой торговой недели. Давайте посмотрим, что можно поторговать на этой неделе по новостям. Напоминаю, сегодня понедельник, сегодня мощных новостей нет. Международные резервы от Старального Банка Российской Федерации вообще никому не интересны. А вот во вторник у нас индекс цен производителей, так называемые PPI в Соединенных по некоторым данным Штатах Америки. Ну и потом в 17.00 выступление главы ФРС Пауэлла. И здесь валютные трейдунишки. Держитесь за штанишки. В среду, в среду у нас инфляция по баксу. Индекс цен производителей, потребительские цены в 15.30. И, кстати, почему-то, что у нас и розничные продажи, и базовые индексы. В общем, все, и объем розничных продаж в 15.30. И здесь будут, конечно, супертренды. В среду это, собственно, основное событие этой недели. Ну и в четверг первичные заявки на опрошение пособий по безработице в США в 15.30. Ну и, кстати, филадельфийский индекс тоже будет важен в 15.30. Не знаю, зачем эти все новости собирать в одну и ту же секунду. До сих пор понять не могу. Уже вторую десяток лет. Давайте посмотрим, что можно подорговать на графиках. Поехали. Итак, начнем мы с котировочек золота. Я поставил недельный таймфрейм. Такое, друзья мои, к сожалению, существует. И у нас на лицо, а у кого-то даже на лице, поглощение, друзья мои. Такое место, куда улетают ваши продукты, называется поглощательное место на вашем теле. Соответственно, подобные конструкции это не новость. У нас такие были в октябре, в декабре, да и когда их только не было. И вот, прошлая неделя закрылась бычьим поглощением по золоту. И не вижу никаких причин, чтобы золото не продолжит расти. Я думаю, то, что произошло на прошлой неделе, это прелюдия перед инфляцией. И, собственно, вот этими новостями на этой неделе, которые будут пошатывать, пошатывать рыночки. Давайте четвертый таймфрейм поставим, посмотрим, как можно эту радость оттрейдить. Отрейдить ее можно только единственным, на мой сугубо некомпетентным взгляд, способом. Но, если вы натянете расширение покойного Фибоначчи царством небесное, то увидите, что импульс у нас прошел вот сюда и пробил вот эту трендовую линию. Пробил импульс, есть, сейчас у нас есть откат. И откатывает мы сейчас на, ну, еще мало, но хотелось бы хотя бы до полтосика. Если вы не купили золото от нижнего слома, а напоминаю, что вот эта вся обычая история, это, по-моему, были у нас нонфармы, то у вас есть второй шанс потрепать голду. Потрепать голду от второго лонгового слома вот таким незамысловатым способом. И помечтать о высоких золотых котировочках. Почему бы нет? Попробуйте, попробуйте. Может быть и да. Что касается пары евро-доллар, пара евро-доллар у нас бьется о очень любопытный уровень. 1.07894, фактически почти 1.079. Вот, поэтому, если вы хотите взять этого европейского быка за рога, можно поставить на этот уровень buy stop. Buy stop, такой лимитный ордер, который здесь, возможно, у вас сработает. Вот, и вы можете прокатиться вот по такому сценарию. Take Profit. Take Profit надо поставить не более 200 пунктов. Это 150, а 200 будет вот где-то здесь. Вот здесь должно быть Take Profit, говорю на старославянском. А 100, плосик 300. 300 это где-то здесь. Ну, примерно так можно расположить свои ордера и ждать, собственно, лонгового ту зиму, на который обязательно должен появиться на этой неделе, потому что новостей кучка. Так, что касается фунта, друзья мои, та же самая история. У вас тоже натяжечка, тоже прошел импульс, тоже прошел откат. Не вижу никаких проблем фунту жахнуть по хаям, ну, как минимум, прошлой недели. А неделя прошлая была у нас в виде пин-бара. И это очень хорошая новость для любителей полонговать фунта в долгую. Возможно, это даже продолжение этого роста, то есть была большая недельная волна А, это Б. И сейчас мы стоим на стадии формирования волны С, которая внесет фунта в ту зиму туда под 1,3. Давайте посмотрим. Та же самая картина глаголит нам и по австралийскому доллару, друзья мои. Двухнедельное поглощение. Необычие это, конечно, Verywell. Впереди масса целей. Напоминаю, текущих цен по австралийцу. Три косарика как с куста. Обратите внимание, те, кто зацепился, молодцы. Не стойте в шорты по этому инструменту, размажет только в путь. Доллар, канадец, спит пока в треугольнике. Непонятно, куда он стрельнет. Не трогайте этот опасный парень. Так, собственно, слабость. Американская бакса, которую я вижу через фунта, через евро, через австралийца. Эта слабость может дать третью волну вниз, а то и пятую по иене. И банк Японии, если он увидит слабость бакса в новостях по инфляции, либо по другим новостям, либо Павел там что-нибудь прокудахчит опять, проблеет своим голубиным настроением, то здесь придет трешка. И банк Японии по-любому сыграет. Так же, как сыграл здесь на новостях. Они здесь почувствовали слабость бакса и начали действовать. Потому что это дешево. Почему бы и нет? Не выправить ситуацию от 160 фактически. Вот. И здесь может пройти, друзья мои, треха. И эта треха может принести вам, ни многим, ни малым, под 5 косариков. А если коррелировать с другими инструментами, 3-4, как с Куста по мажорам, а иена, вы знаете, волатильная валюта легкого поведения. Поэтому пятюню здесь она может прошагать только в путь. Так, что касается нефтяночки. Нефтяночка, она, кстати, не отработала пробойную нашу торговую идею. Вот, обрушилась. Это неприятно. Но те, кто работает от сломов, друзья мои, уже находятся в плюсе. Потому что Жижа оттестил лонговый слом от 8 мая. И я надеюсь, подрастет хотя бы до шортового слома. И знатно обогатит ваши потрепанные трейдерские финансы. Биткоин. Биткоин. Подваливал, подваливал. Не оттестировал лонговый слом. Подлец. Хотелось бы, конечно. Но пока такой идеи нет. Но не то, что идея. Идея есть. Нету теста. В принципе, здесь был большой стоп. Но если вы играете в малые игры, то присматривайтесь с маленьким лонговым сломом. И, как говорится, Бог вам в помощь. Так, индекс бакса. Индекс бакса кренится вниз после мощных шортовых инициатив. Может продолжить падение. Но я здесь пока не вижу таких четких идей с короткими стопами. Индекса, S&P, NASDAQ, STOX и все на исторических хаях. От DAX вообще все попереписал. Те, кто купил от слома, те в шоколаде. Напоминаю, что если бакс будет так же слабеть, все будут кидаться в фондовые индексы, накачивать их. И этот гигантский пузырь, я не знаю, когда он лопнет. Но от слабости бакса он только выиграет. Так, газик пока не трогаем. Газик стоит дорого. Не дает нам классных ценничков. Пока забьем на него трейдерский, естественно, гвоздь, болт, там кто чем помышляет. Так, доллар-франк. Если от этого инструмента и дальше, мне интересует сеточный метод торговли. Если этот товарищ подрастет когда-нибудь, будем ловить сетку лимитных продаж выше вершин сентября прошлого года. Пока его не трогаем. По канадцу франку та же самая история. Сетка лимитных продаж повыше. Канадец иена, кстати, может здесь тоже дать третью волну вниз. Будьте к ней готовы. Идея та же самая, что через бакс. Вот такой хитрый ход. Канадцы иены тоже можно сшортить. Но напоминаю, что канадцы иены самый большой потенциал на снижение вниз. 10 косарей. 10 косарей, друзья мои. Такое бывает очень редко. Франк иены. Та же самая история, но по вот этой трендовой линии это все рухнет рано либо поздно. Вот увидите. Так, австралиец и канадец. Австралиец и канадец бьется на хаях. Хотелось бы повыше вот в этой зоне набрать шортов. Но лучше, конечно, максимум. Напоминаю, новозеландец франк жутко давит на уровень, который называется 0.55. Можете поставить сюда buy stop и забрать вот этот пробой. Австралиец и новозеландец. Жду повыше для набора сетки лимитных продаж. Еврокат потихонечку заряжает гигантскую лонговую волну. Такая же пройдет и по евро доллару, по фунту. И принесет тем, кто купил 3.700 вашей финансы. Так, евро франк пока не трогаем. Инструмент нас будет интересовать в шорты немножко повыше. Euro Audi бьется в диапазоне. Меня интересуют его границы. Следы сделок, собственно, показаны у меня на графике. Пока новых не открываем. И сильверок я жду на 30. Закрою свои лонги и перекрещусь. Наконец-то этот инструмент закрою. Давайте посмотрим ответы на вопросы на ютуб канале по пятничному видео. Поехали. Два невероятных комментария. Мощный, ведущий, очень умный. Спасибо. Это не так. Я взял лонг от слома до слома. По золоту красавчик, говорит Санья ТОП-17. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока.